Здравствуйте, новости Москва-Баку. Сегодня скончался еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения при теракте в подмосковном Крокусе-Тихоле. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее в посольстве Беларуси сообщили, что гражданин страны, 43-летний Алим Кашеваров, получивший пулевые ранения при теракте в Крокусе, скончался. Таким образом, число жертв теракта выросло до 144 человек. Количество пострадавших увеличилось до 382. Сегодня у Народного мемориала у сгоревшего здания Крокуса провели панихиду по погибшим. Тем временем в Московской соборной мечети прошла церемония вручения медали мусульман России юному сотруднику Крокус-Тихола, 15-летнему Исламу Халилову, который вывел из здания десятки людей, таким образом, спас их. Награду за заслуги вручил глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнудин. Он отметил, что награда вручена за смелость, за человечность, за заслуги перед обществом, народом и страной. Также Равиль Гайнудин отметил, что еще одна медаль ждет другого молодого сотрудника Крокуса, 14-летнего Артема Донского, который также помогал людям во время теракта. Накануне Следственный комитет России также наградил двух мужчин медалями «Ведомство, доблесть и отвага», которые помогали спасать людей во время теракта в Крокус-Тихоле. Их имена пока не называются. По всей видимости, один из них – мужчина по имени Михаил, который во время нападения боевиков оказал одному из террористов сопротивление. Стоит отметить, что в четверг Следственный комитет заявил о задержании еще одного подозреваемого в соучастии в теракте. По данным следствия, он участвовал в финансировании террористов. Ведомстве добавили, что средства на подготовку теракта исполнители получали из Украины. На данный момент по делу о теракте в Крокус-Тихоле арестованы 9 человек, в том числе четверо его исполнителей. Туристическую индустрию на Каспии нужно развивать. Это очень перспективное направление. Об этом президент России Владимир Путин заявил накануне на совещании, посвященном созданию круглогодичных морских курортов. Там действительно на Каспии начать и кончить, что называется. Место очень хорошее. Надо развивать это. Вот сейчас уже поток резко увеличивается. У нас Дагестан, наверное, чемпион по увеличению туристического потока. И, конечно, очень перспективное направление. Глава Дагестана Сергей Меликов представил Владимиру Путину обновленные планы по созданию морского курорта, который назвали Каспийский прибрежный кластер. Одним из преимуществ он назвал географическое положение региона. В паре часов перелета находятся города-миллионники в юге России, а также соседи – Азербайджан, Турция, Иран, Ирак и Туркменистан. Добавим, что Россия совместно с другими прикаспийскими государствами летом 2024 года планирует запустить первый туристический маршрут по Каспийскому морю. Об этом ранее заявлял заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Маршрут был создан в рамках проекта «Великий Волжский путь» и предполагает посещение пяти прикаспийских стран. Помимо России – это Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан. Путешествие по маршруту запланировано на российском круизном лайнере класса «Река моря» Петр Великий. 29 августа прошлого года лайнер впервые вышел в свет. Он покинул территорию судостроительной верфи и прошел по Волге до Астрахани. Спикер парламента Армении Ален Симонян озвучил ряд новых скандальных заявлений в адрес России. По его утверждению, российская сторона якобы неоднократно обманывала Армению. С таким утверждением Симонян выступил в эфире национального телеканала. Россия оставила Армению в один из самых сложных периодов. Это факт. У нас был друг, союзник, как они любят говорить, старший брат, который, когда пришло время нас защитить, оставил нас одних, если не сказать, что все происходило с его ведома. Нас неоднократно обманывали, а потом попытались тянуть в новую войну уже на территории Армении, чтобы потом спасти в конкретной ситуации и накинуть хомут на государственность Армении. На этом фоне спикер армянского парламента заявил, что Армения всегда стремилась к сближению с Евросоюзом, пока ее, как он выразился, не втянули в Евразийский экономический союз. Армения является носителем европейской демократической системы. Для нас получение статуса кандидата на членство в Евросоюз – самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, в соответствии с которым это надо сделать. Многое надо привести в соответствии с европейскими стандартами. На самом деле Армения всегда шла по этому пути, пока ее не втянули в другую систему. Ален Симонян также заявил, что Армения в середине апреля в Испании впервые примет участие в собрании глав парламентов стран Евросоюза. При этом спикер армянского парламента напомнил, что на сегодняшний день Ереван заморозил свое участие в УДКБ. Пока цитирую, «Мы не поймем, существует ли эта организация, действует или выходит из нашего региона». Симонян также заявил, что предстоящая 5 апреля встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председатель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена не направлена ни против России, ни против Азербайджана. По его словам, она нацелена на укрепление суверенитета Армении. Стоит отметить, что накануне глава МИД России Сергей Лавров в интервью СМИ заявил, что ситуация в российско-армянских отношениях на сегодняшний день не вселяет оптимизма, и что руководство Армении извращает историю последних трех-трех с половиной лет, и таким образом сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией. Касаясь армян-азербайджанского мирного процесса, Ален Симонян затронул тему, прошедшей впервые в истории его встречи со спикером парламента Азербайджана, которая состоялась 22 марта в Женеве. Председатель Национального собрания Армении назвал встречу беспрецедентной. По словам Симоняна, изначально в ходе переговоров азербайджанская сторона обозначила красные линии, указав, что обсуждение должно быть только в рамках повестки парламентской дипломатии, на что армянская сторона дала свое согласие. Согласно его оценке, встреча прошла в достаточно конструктивной атмосфере. Мы согласились, что между нами существует атмосфера недоверия. Они не доверяют нам, а мы им. Было принято решение на парламентском уровне установить контакты, начать общение. Я отметил, что обсужу этот вопрос с политической командой. Сахиба Гафарова заявила, что также обсудит этот вопрос. Симонян анонсировал новую встречу с азербайджанской коллегой в мае. В Армении запретили трансляцию передач, которые ведет российский журналист Владимир Соловьев, а в этом сообщили в телевизионной и радиовещательной сети страны. Телевизионная и радиовещательная сеть Армении заблокировала на территории Республики Армения трансляцию авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», транслируемых на телеканале РТР «Планета» по общественному мультиплексу. Ведомстве уточнили, что приняли это решение из-за постоянных нарушений статей межправительственного договора между Ереваном и Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. При этом оно не привело конкретных примеров. Решение о блокировке передач Соловьева подтвердил и заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Авет Пагасян. На этом фоне армянские СМИ пишут, что соответствующие решения власти Армении приняли в связи с периодической критикой Соловьевым политики Николы Пашиняна. В последнее время Армения периодически блокирует российские средства массовой информации, на которых звучит критика в адрес армянских властей. В декабре комиссия по телевидению и радио Армении приостановила лицензию радиокомпании ТОСПА, ретранслятора радио «Спутник Армения». Ведомстве уточнили, что возбудили два административных производства. Спустя месяц комиссия сняла запрет на обещание «Спутник Армения». Россия и Армения неоднократно сообщали, что ведут переговоры в связи с периодической блокировкой на территории Республики российских СМИ. Но, судя по всему, проблемы во взаимопонимании так и остаются. Напомним, в Армении через общественный мультиплекс ретранслируется российский первый канал «Культура РТР Планета». Также в Армении вещает межгосударственный телеканал «Мир». Германия заявила о расширении числа сотрудников в рамках мониторинговой миссии ЕС в Армении. Как сообщил официальный представитель германского правительства Штефен Хеберштрайт, для гражданской миссии Евросоюза максимальное количество сотрудников полиции ФРГ увеличит на 10 человек с 15 до 25. На днях МИД Азербайджана заявил, что сегодня миссию ЕС на армяно-азербайджанской границе можно интерпретировать как миссию НАТО. Ту же самую оценку накануне дал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его информации, сейчас к так называемой гражданской миссии присоединяются военнослужащие из Норвегии, Канады и США, превращая миссию ЕС в миссию Североатлантического альянса. Отметим, что в январе Совет ЕС принял решение об увеличении численности своей наблюдательной миссии в Армении до 209 человек. Изначально речь шла о 139 и определил ее финансовые расходы до 2025 года. По опубликованным на сайте ЕС решение отмечается, что базовая финансовая сумма миссии на два года составит 39 миллионов евро. Также недавно парламент Армении наделил членов миссии ЕС привилегиями, в том числе неприкосновенностью. Официально Баку неоднократно заявлял, что миссия ЕС в Армении не согласована с азербайджанской стороной, а расширение миссии точно не способствует стабилизации ситуации между Баку и Ереваном. В марте Кремль заявил, что эффективность миссии ЕС в Армении внушает сомнения, поскольку Азербайджан не признает ее. Российская компания «АвтоВАЗ» запустила проект по сборке автомобилей «Лада» в Азербайджане. Как сообщили в пресс-службе, компании в этом году на территории страны планируется собрать и выпустить полторы тысячи машин. В информации автопроизводителя говорится, что на одной из производственных площадок в Азербайджанской республике организованы зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей. Прессонал, специально нанятый в рамках проекта, прошел обучение у специалистов из Тольятти. Как отметил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, тестовые образцы автомобилей уже собраны и проходят аудит качества. Мы начинаем с «Гранта» и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством «Нива Ледженд» и «Тревел», а также семейством «Веста». Тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества. Годовой объем производства в перспективе нескольких лет может составить до 4-5 тысяч автомобилей. Глава компании также отметил, что открытие локального производства в Азербайджане поможет «Ладе» вернуть долю рынка в этой стране на докризисный уровень и нарастить присутствие бренда. Напомним, что в прошлом году другая российская компания «КамАЗ» открыла в Азербайджане сборочную линию своих большегрузных автомобилей на территории производственного объединения «Гинжинский автомобильный завод». Еще больше информации читайте на нашем сайте и в Телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео.